Опустевшие посёлки. За время вооружённого конфликта население в городах и сёлах Донбасса на линии соприкосновения сократилось от 30 до 70%. В Лебединском Донецкой области осталось только треть жителей, в основном пенсионеры. На пустыне окраине Лебединского дом Владимира Ражи замечаешь сразу. Из трубы идёт дым, а значит здесь живут люди. Первые обстрелы посёлка начались зимой 2015-го. Под ударом оказалась эта трёхэтажка в центре. Снаряд прямым попаданием разворотил крышу. Каждый день теперь, каждую минуту выстрел, и ты не знаешь, куда упадёт этот снаряд. Владимир Валентинович с женой пострадали дважды. Первый снаряд разорвался в 10 метрах от дома. Спустя год второй на том же месте. Воронка была в 2015-м году, а вот воронка уже свежая, она же в 2016-го года. Осколки пробили крышу и стену дома, изрешутили забор. Подкова на двери словно уберегла жильё и хозяев от гибели. Нам просто повезло. Я не знаю, наверное, ангел-хранитель. Не тронутыми остались этот хвойный уголок и новая детская горка. Её дедушка сделал для внука незадолго до войны. А ребёнку три года, внуку, он тут ни разу не был. Ни разу. И только мечтает, когда война закончится, чтобы к дедушке приехать. С родными пенсионеры видятся очень редко. Всё это время посёлок был отрезан от цивилизации. Только недавно здесь восстановили автобусное сообщение с Мариуполем. Хоть два раза в неделю. Хоть можно вырваться, хоть получить пенсию в аптеку. Магазины в посёлке закрыты. Хлеб привозят через день. Не оставляет мирное население в беде гуманитарный штаб Рината Ахметова. Наборы выживания доставляют регулярно. А Ахметову, я не знаю, честное слово, как бы не он пробовал, то, может, повыздыхали почти. Богомолимся. Спасибо за Ахметова, за его сердце. Потому что, я не знаю, это ли такой человек, я вообще не знаю. Всех буквально принимает всё до сердца. Благодаря таким и живём, выживаю. Два с половиной года штаб Ахметова оказывает поддержку мирному населению Донбасса. Мобильные бригады волонтёров выезжают в самые отдалённые населённые пункты. Их более 400. В городах и посёлках работают 39 стационарных пунктов выдачи по обе стороны линии соприкосновения. За всё время работы роздано более 11 миллионов 600 тысяч наборов выживания. Всё это очень правильно, это нужно. Простые люди ни в чём не виноваты. И когда они чувствуют поддержку, это очень здорово. Юлия Меншакирова, Оксана Корчма, Александр Шмырёв. Для Сегодня канал Украина.